Находим сюда, слуха, Кобов, повторим, Мишну. Мы принесли пробовать какой-то тапшин, не знаю, что, варево. Штейкотовод – это две инжирины, две финика, два больших финика и длишельмайм. Ведро с водой не значит попить, непонятно, что значит. Они сказали, мы не хотим это есть у меня суки, пожалуйста, поднимите эту суку. Занесите эту суку. Штатнули рабицаду, когда рабицаду дали еду, размером меньше, объемом меньше, чем с яйцом. Наталья Бомопа, вместо того, что выделил еду, взял, взвернул руку в какую-то тряпку и взял эту встырку. Он съел эту еду вне суки и не сказал Броху после того, что он съел. Я сказал Берката Маза. Значит, давай немножко его прочтем, потом начнем разбираться немножко здесь. Справедно, Рамайс и Листор, что эта история, которую наша Мишна приводит, она противоречит предыдущей Мишне, потому что в предыдущей Мишне написано, что можно есть временную еду, еду, которая не является судой, не является трабезой, вместо смеси суки, а здесь им принесли еду, которая явно не называется трабезой. Попробовать там, шире, принести две эти самые. Два финика, и они сказали, пошли эту суку. Хватает здесь слов наших Мишне, потому что добавит следующие слова. Человек, который хочет устрожить на себя, имеет право устрожить на себя, и есть даже то, что можно есть по закону вне суки. То есть есть такой, как бы, я не знаю, есть такая, как бы, что человек, который хочет себя устрожить и есть все в суке, то есть вообще не есть вне суки, даже мелочи, даже не пить. То есть это можно, можно это делать, это можно делать. Это не называется в Пенрёш, как в русский. Есть вещи, которые нельзя делать, потому что это выглядит как этот самый, как в Вознесении, а? Как человек, который предвозносит на другими, говорит, что вот я такой большой этот самый царик. В Масе нами выявил Робан Гоан. И поэтому и про это, про то, что написано, про эти слова, которые написаны как бы намёкнуты, не написаны на нашей Мишне, а написано, приводит ему Мишна. Случай. В Масе нами случай был с Робан Гоаном Бензаком, куда он отправляся, ее принеслиutions наBl 16, Ирра говорит эту несчастность через следующее в свеер. Значит это говорит Ирра. И анатар im шakh IV от boreidsа, то, что зналая, что в этом есть волнisma Лахмир, можно здесь устрожить за себя, но человек, который даже ломенхохом, который не хочет на себя устражать и ест вне суки те вещи, это можно делать, и это не называется, что ломенхохом обязаны на себя, как бы чтобы не сказали, что он сам, пройти какие-то устражения. Здесь вещь, в которой нет проблем, можно есть вне суки, то есть каждый, что хочет, то и делает. Значит, у нас получается такая вещь, что есть, как сказать, что... Что у нас временную, то, что называется, трапезу нельзя есть вне суки, а что-то более постоянное можно есть вне суки. Значит, давай сейчас посмотрим, получим отшагать юмор. Немножко юмор, айн тет, да файн тет. Есть здесь в этой же гморе, можно открыть. Есть там интересная гмора, значит, здесь возникает вопрос, как называется, что такое судат кеба. Что такое, эта вещь, которая называется трапеза, постоянная, которая, скажи, уже нельзя есть вне суки, что называется, нет. Значит, у нас в блогморе написано, что... Что такое лог кеба, это кебейца. Та, сказала, бай, так мучили, по-моему, в прошлых уроках, что сказала бай, как и там бейраф, то есть объяснили, что как это, с самым размером с яйцом, это еще можно есть вне суки, это еще называется время, больше столько нельзя. Теперь, чего именно, как именно? Значит, Гуара говорит следующую вещь, бай, антет, амудалев, начинаем, наверное. Значит, говорит, мы остались через, омра вьюда. Котеве, тагаса, это середина, примерно, антет, амудалев. Начало строчки. Омра вьюда. Котеве, тагаса, шамру, есейра, микебрица. Что это значит? В Йом-Кипуре есть очень интересная вещь. Несмотря на то, что обычно у нас закон, что еда, это самое кебейца, что козаица, извиняюсь, что человек, который там не знает, что съел что-то нельзя хорошее, его что нужно побить, нужно, чтобы его съел козаица, и т.д. В фесок нужно съесть козаица. Несмотря на это, в Йом-Кипур не написано, что нельзя есть. В Йом-Кипур написано, что «Тануй, изнуряйте себя». Теперь, что такое «изнуряйте себя»? Это изнурение, что человек не ест. Человек, который не ест, он изнаряем. Поэтому в Йом-Кипур нельзя есть. Теперь сколько? Написано, что человек, который себя не изнурит, получает карет. Это наказание очень серьезное. Карет называется. Теперь, что такое изнурение? Какое? Когда называется, что он уже поел? Говорит, мишна, как у сэвица, гаса. То есть размер с кутэвито, гаса. Так написано в мишне. То есть размер с большой финик. Жирный финик. Если человек съел еду объемом с разжирный финик, то он уже появлял карет, нарушил ем Кипр. Если он съел меньше этого, то это будет запрещено, но это не нарушил ем Кипр, карета нет. Теперь, что такое, какой размер этот кутевит агаса, здесь можно разбирать. Равиду считает, что это больше, чем размером с яйца, и что это такое, почему это кутевит агаса, 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 агаса. Из голода есть успокоение. Но насыщение это еще не насыщение, это не называется насыщение. Когда человек, кто очень голодный, чуть съел, он уже заморил червячка. О, я вспомнил. В русский есть специальные слова заморил червячка, такое слово. То есть он уже как бы чувствует немножко, какой-то не такой изнуренным от голода. Так, это вещь. Значит, сколько нужно съесть кутевит агаса? Мы учим сейчас юма. Так получилось. Они сказали, что мы не хотим есть вне суки. Ну что? Не потому что нельзя есть не суки, а потому что они хотели на себя устрожить. То есть это можно есть не суки. Почему это можно? То есть палаха такая, что можно съесть две кутеви-тагаса. Две кутеви-тагаса, я не знаю, что гаса, не гаса, в общем, две эти самые. Два инжидны можно съесть не суки, только они хотели на себя устрожить. Почему можно съесть не суки? Потому что это не называется кема, это не называется суда, это не называется трабеза, это еще такое же, что меньше. Значит, что мы видим в продолжении, что Кобейца из того, что Рабицадок сказал, что когда ему принесли меньше, чем Кобейца, он ел вне суки. Отсюда мы понимаем, что если мы пришли ему к Кобейцу, если мы пришли ему размер с яйцом, он будет ел уже в суке. Меньше, чем Кобейца, можно есть вне суки, а Кобейцу нужно есть в суке. Ва, Кобейца, ба и сука. Вис, адгадат, кафесэвэса гаса шамру и сэрами Кобейцо. Аж, ты шлейкута, вот, былогаренин, логаву Кобейцеву, кафесэвэса гасабы гаса мигавы и сэрами Кобейца. Спрашиваем ракушью. Что есть, ты говоришь, что это самый объем жирного? Как сказал Моразий, сказал Рабиуда. Как Рабиуда сказал, что так я получил другое, что кафесэвэса гаса обомру и сэрами Кобейца. Не то, что можно, нельзя есть даже меньше, нельзя есть ничего, это запрет дура, это как можно сказать, но карета по Рабиуда. Так получается, лоха мы не пускаем к Рабиуда, но Рабиуда так говорит, что Косэвэс это гаса она больше чем Кобейца. Да, по Рабиуда еще раз. Это говорится, мы сейчас не говорили. Вот подай ла-лоха так, потому что это в лоха мы говорим, что Бирка-тамазон может делать с Кызаэс, а к кызаэс в вода меньше, чем Косэвэс. Да, это не нужно, это не нужно. Алла-ха в вода, может быть Бирка-тамазон, лоха, я в карет, это пошут. Ла-ла-ха, потому что лоха мы говорим, что поэтому это то, спрашивает не очень каши. Так оно и есть, но даже не понятно. Не важно. В любом случае Рабьюда пришел и сказал, я говорю, что так я получил вид на своих умудрячих учителей, что Кутевит Агаса, который говорит, что он кипор, что человек, который сел, называется Мисс Водайс, и называется, что он как бы уже не так замолел червячка, что ему не так тяжело от этого самого поста, от поста, это больше, чем кобейцы. Спросили его каши, что мы видим из Рабица, только что меньше, чем кобейцы можно есть, не суки. А кобейцы нельзя есть, не суки. Так мы понимаем пока что. А если ты говоришь, что кобейцы нельзя есть, не суки, то две Кутевит Агасы, наверное, все-таки больше, чем кобейцы. Почему? Потому что даже одна больше кобейцы, только что ты можешь сказать. Когда говорится, когда говорится, въем Кипру, как кутевит Агаса, это размер, например, включая косточку, потому что это размер, объем. Когда я вмерю объем, нужно съесть объем еды, такой же, но когда они ели настоящие финики, скорее всего, ели без косточек, потому что косточки от финика не едят люди, большинство. Они ели без косточек, только что ты скажешь, что две Кутевит Агасы без косточки, они меньше, чем кобейцы. Так говорится, местописто говоря, если даже одна больше, чем кобейцы с косточкой, то, скорее всего, две без косточек, они все-таки тоже больше, чем кобейцы. Так что вот так Мара говорит. Ты хочешь сказать, что что? Что две без косточек, они меньше, чем кобейцы. Кутевит Агаса в косточке, одна с косточкой, она будет больше, чем кобейцы. Амравьюда ин, да, так оно есть. Штейкут Агаса в косточке, она меньше, чем кобейцы. Два без косточек, это меньше, чем кобейцы. Штейкут Агаса в косточке, она больше, чем косточка, она больше, чем косточка, амравьюда ин, да, так оно меньше. Такое, действительно, есть такая поговорка. Трейкабы де тамры, хаткаба де кашайса в сарих. Что это значит? Что если у тебя есть два каба, каба это определенный объем. Два каба, не знаю сколько, два объема, не знаю сколько, чего. Сказать, будет там два пуда. Это самое, у тебя есть два пуда этих самых фиников. У тебя остается с этого один пуд, один кавка шайс, этих самых косточек. В сариха еще остаток, то есть косточек больше. Получается косточка больше, чем самая... По объему, да. Что странно, что сегодня, поскольку, я понимаю, нет. Может, и другие... Не знаю, в том случае, так здесь написано. В любом случае, так у нас говорится. Это неправильная пленник, а то больше... Представь, неправильные пленники. Сейчас они генетически изменены, скажем. Представь, оставь. Косточки почти всегда, должна быть меньше, чем... Нет, орехи. Неважно. Есть такие вещи. Есть такие, конечно. Много таких фруктов, когда было с очень меньшими, диких. Но неважно. Рово мер... Значит, первый тирус. Рово мер осым гайну тайма мишум де гавл дай пирай. О пирай ло бау сука. Там это совершенно другая причина. Там, почему они это ели вне суки, даже если это больше, чем кобейца, потому что это были фрукты. Финик это фрукты. Фрукты не надо есть суке. Не обязательно есть суки. Фрукты можешь есть вне суки. Фрукты лобали пир сука. Значит, Мэйси... Кто? Значит, дальше Гмара приводит еще немножко вещь. Значит, начинаем... Значит, что здесь написано? Первая вещь, что Рово... Значит, здесь же для хора спор здесь. Ровпопы, значит, первое мнение. Кто говорит? Ровфируем и говорит, что действительно машем, что фрукты тоже нельзя есть. Больше, чем кобейца, вне суки. Рово мер, что фрукты больше, чем кобейца, можно есть вне суки. Здесь уже спор. Значит, то, что у нас Мэра говорит, что меньше, чем кобейца, это не называется ахилла-сарай. Даже кобейца называется ахилла-сарай. Так она сказала Абай. Говорит, Мэра, это не включает в себя фрукты. Фрукты, поровы, это фрукты не исключаются. А фрукты даже больше, чем кобейца, это не является... Больше, чем кобейца, это адай называется... Это не называется, что это трапеза. Мэйси, Мэра спрашивает на эту тему. Ушую. Когда мы учились там, нам привели, принесли фрукты в качестве еды. Это было в Сукот, и мы съели Ахилл и Сарай, то есть не сделали из них трапию, просто немножко их поели вне Суки. Они съели именно Ахилл и Сарай, чтобы Ахилл и Сарай, так мы говорим, это меньшее, это кебейца, это размером с яйцо, а больше чем размером с яйца нельзя уже есть получается, даже фрукты. Значит, а в Ахилл и Сарай можно? Ахилл и Сарай в нашем море разбирали. Говорит Мара, нет. Мы их съели как Ахилл и Сарай, как будто временная еда, что такое, как будто временная еда. Как будто это временная еда или этот самый. Говорит, что это значит, что это пирот, лихура, это вообще по этому саму, даже если это много, и кейва, это все равно не называется этот самый. То, значит, сейчас пока что мы оставляем эту гумару, потому что она приводит в наше гумару продолжение. В любом случае, значит, нас сейчас возникает вопрос, что такое Ахилл и Сарай, который есть можно есть вне Суки. Временный какой-то перекус такой, который можно есть в Суке, а постоянно еду и есть в Суке нельзя. И уже написан какой-то спор, мы видели сейчас, мы с их идем, на эту тему спор насчет фруктов. А первое мнение означает, что фрукты тоже самое, у него закон, как у всего остального. Не так, как у всего остального, как у еды, как у хлеба, что если ты ешь меньше, чем кобейца, то можно есть вне Суки, если ешь кобейца или больше, то нельзя есть вне Суки. Это первое мнение. Ну что, две кутевы, это меньше, чем кобейца. Второе мнение нет. Пироты это не называется, пироты не можно есть вне Суки. Теперь сколько можно есть вне Суки, это не очень понятно. То есть тоже было несколько мнений. Это называется Ахилл и Сарай, Ахилл и Скэба, и Матл Кове. Значит, это вещь, которая та самая. Давайте здесь сегодня остановимся, потом будем смотреть дальше немножко о Балаху и т.д. Как отсюда решение мучает, что можно есть вне Суки, а что нельзя есть вне Суки, и количество. Так же этоvariatorio, ведь послер podría быть. И мне на пироты... Спасибо. То есть... 먹는 кошмар смая, сбелывать, пребыв Catchingissen, вне Ст emptейите, к нéo, куда нужно будет ... лепом barkворн... 嗯... С .. Паркотеса... ... ... Мaks... ... ... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует...